А когда-то давно группа Tokyo Hotel вызвала охренительный резонанс в обществе. Металл обществе, если вы не поняли. И каждый уважающий себя металлист, рокер, любитель экстремальной музыки, неважно, считал своим долгом обосрать эту группу. По разным поводам, но общее как бы значение было то, что Билл Каулиц является геем. Но мы вот дошутились, оказывается он реально гей. Мне даже стыдно. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня мы с вами обсудим самые кринжовые группы в мире. То есть не только в России, еще и в мире. Но прежде чем мы начнем, мы хотим, чтобы вы прошли по всем ссылкам в описании, подписались на наш канал, зашли на наш Donation Alert, и, конечно же, записались на наши занятия. Приступим. Сначала хочу сказать то, что в дальнейшем ролике будет выражаться не то, чтобы как бы мое мнение, это будет мнение, собранное с разных ресурсов. Например, тот же самый Reddit. Также канал MetalTrenches, DeathScream.net, Ultimate Guitar и, конечно же, сайт Ranker. Собственно говоря, так как мне делать нечего было, я решил загуглить, а какие же группы в мире являются самыми кринжовыми? Какие же стыдно испокон веков было бы слушать? Для чего же данное видео нужно? А для того, чтобы наши зрители, так как они все творческие люди, чтобы они понимали, как не стать вот как раз-таки кринж-группой, о которых будем говорить. Но, но не спешите делать выводы, потому что однозначно я не буду говорить, что эти группы, именно эти группы являются кринжом. Это просто мнение с сайтов. И прислушиваться, считать точно так же, разделять это мнение, это, конечно же, дело ваше, потому что со списками лично я не во всем согласен. Итак, первая у нас на очереди группа Slipknot. На многих сайтах отмечается то, что в кринж-списках они находятся чисто из-за популярности. Ну, а вы как хотели, если у вас есть успешная группа, конечно же, у вас будут хейтеры. Также сыграла свою роль давнишняя вражда группы Slipknot в группе Mushroomhead. Но суть конфликта состояла в чем? Жила-была группа Mushroomhead, кстати, с английского переводится как залупа, правда, здорово, да? Которые также носили маски. Но они еще и начали раньше Slipknot, на самом деле. И когда Mushroomhead пришли на Roadrunner Records, им дали отворот-поворот, потому что сказали, что у них уже есть группа в масках. И началась такая вот вражда. И длилась она довольно-таки долго. Уже в Mushroomhead люди поменялись, уже в Slipknot люди поменялись. Но в целом, вроде как, сейчас все мирно. Один из случаев, который также подгадил репутацию группе Slipknot, это то, как они поступили с Джоей Джорджисоном. Есть данные, что Джоей Джорджисон как бы не знал, что его из группы-то выкинули. И об этом вы, кстати, можете посмотреть в нашем ролике, посвященном Джоей Джорджисону непосредственно. А мы едем дальше. И дальше у нас Bring Me The Horizon. Почему же люди не любят Bring Me The Horizon? Почему же люди не любят Bring Me The Horizon? А на самом деле тут вьется такая линия ложевых лайвов, которые вы можете, например, вот посмотреть вот здесь. Ну так вот, шо там, спадай мне горизонт. Оли Сайкс, как мы уже говорили в одном из видео, не очень любил учиться вокалу. Он не очень любил им заниматься. И, собственно говоря, это у него сказалось на том, что он изобрел новый секретный способ вокалировать, а это именно своего друга Фишера. Сейчас у господина Сайкса все хорошо, но репутация уже у господина Сайкса запятнана. Сами посудить, почему их считают кринж-группой. А мы едем дальше. Motionless in White. Почему эта группа кринжовая? На самом деле это загадка. Просто потому, что они есть. Не, ну на полном серьезе. Никто, блядь, не знает, за что ненавидеть Motionless in White, поэтому все ее просто ненавидят, эту группу, потому что она тупо есть. Ну такое тоже в металл-сообществе бывает. Это нормально. Напоминаю случай с Tokyo Hotel. Напоминаю, как альтернативу не металлистов не любили. Но, тем не менее, это загадка, которую вы разгадаете сами. Можете написать в комментариях, за что вы ненавидите Motionless in White. Или наоборот любите. А дальше у нас Black Will Brides. Как показывают источники, к которым я обращался, Black Will Brides как-то вот хайпанули на том, что они провозгласили себя глэмон металлом. Ну не факт, что они даже, но в целом текст за ними такой числился. И многие алдыри, услышав такую музыку, поняли, что тут глэмон-то и даже не подпасивает. И это сподвигло целое металл-сообщество послушать дедов и немножко поненавидеть новорожденных, новорожденных глэммеров. И как бы Black Will Brides уже давно отошли от глэм-металла, как какого-то жанра, если они вообще в нем были, конечно же. И стали заниматься немножко другой музыкой в итоге. Но хейт вот этот все равно остался. Вот этот тег им запомнили. Пятиперстный Смерта Хуяк или Five Fingers Death Punch. Бывали ли вы когда-нибудь в паблике Groove Metal Guys? Обожаю этот паблик, там всегда есть очень качественный грув, очень кочевый грув, причем группы такие, которые вряд ли кто-то из вас слышал, но они достойны своего прослушивания. И даже там мемом ходит Five Fingers Death Punch, как грув-металл для девочек, позорище грув-металла и прочее, прочее, прочее. Просто фишка в том, что мы, как сообщество металлистов, мы токсичные. Мы, если видим подпись грув-металл, мы ожидаем услышать все-таки что-то типа, наверное, пантеры, что-то типа лэмбл-гад, что-то типа, ну, даунстроинг на худой конец. Но мы слышим это. И на сладкое вы многие догадывались. Вы многие ждали, что я об этом скажу? Не, ну точнее, как многие. Привет, мам. Это группа Металлика. Тут можно собирать целый калейдоскоп Кринжа, который группу выдала все свое существование. Начиная от постоянных перемен жанра ради того, чтобы заработать больше денег, заканчивая тем, что они стали величайшими блюзменами современности, при этом состояв большой трэш-четверки. Вот это да. И можно без конца перечислять вот эти вот какие-то кринжовые моменты, особенно с I Disappear, момент даже вот, когда громко они кричали о том, что у них будет альбом с Луридом, когда все уже забыли, кто такой Лурид, а кто-то даже и не знал. Кстати, он умер. Но если вы хотите побольше зашкваров Металлики, у нас про это есть целый ролик. Какой же вывод мы можем из этого всего сделать? Группа может стать кринжовой по многим причинам. Это вплоть от успеха до реальных каких-то кринж-моментов в карьере. Но, тем не менее, мы во многом, особенно наша Металл-комьюнити сегодня, во многом не может сдержать свой язык, чтобы просто лишний раз не напомнить своему собеседнику, что он слушает полную херню по таким-то, таким-то причинам. Есть решение этой проблемы, и оно довольно-таки простое. Заткните свой обосственный рот, слушайте свою любимую музыку и дайте слушать свою любимую музыку другим. Опять же, напоминаю, я вам не доказывал, что вы должны слушать, что вы не должны слушать, я просто поделился своим наблюдением. А на этом у нас все. Подписываемся на канал, записываемся на занятия, слушаем только прекрасную музыку. Заходим, кстати, на Donation Alert обязательно внизу. И вообще, в целом, делимся этим видео с друзьями, подругами, кошками, собаками. А на этом до свидания.